Я журналист портала Кирилла Мефодий, Дионис Каптарь, а книги пишу под псевдонимом Дмитрий Зыкин, книги о царской России. Соответственно, мы договаривались, ну одна из книг моих, как оболгали великую историю нашей страны, там много статистики, и, соответственно, мне достанется рассказать небольшой кусочек, как мы дошли до жизни такой. Часто меня зовут на различные дебаты, и там возникает вопрос, ну с коммунистами, сейчас опять Фефилов, ну сын Проханова готовит мне соперника. Вот зря смеетесь, придется против коммунистов выступать один на один. Ну, не так, не надо поддержки. Сначала святой водой в образе бить. Не скажите, но посмотрим. Я к чему это говорю? К тому говорю, что система у наших оппонентов, чем хороша для них? Система мышления такова, что за них работали 80 лет огромные институты большевистские. На их руку работали февралисты, сбежавшие за границу, потом писавшие все то же самое, тех же щей да пожежевлей. И, соответственно, нынешняя власть, которая советует в значительной степени, все хороводится вокруг. Красного проекта, всяких вот таких слов. Так или иначе, давайте, по-моему, не будем мазать всех черной краской, это наше будущее, это наше прошлое. Все вот эти вот вещи, все эти вот, они так или иначе работают на оппонента. Поэтому оппонент имеет возможность бросать штампы, которые сразу находят отклипы народа. В каком смысле? А в том смысле, что все это слышали. Значит, на эти кнопки можно нажимать, эти люди на это реагируют. Таким образом, что остается делать? Можно, например, дает человек, вбрасывает на дебатах слово такое, крестьянский вопрос не решено, то не решено, все не решено, это не так, это там, тут салтычиха, тут что. Вот посмотрите, какая огромная лекция потребовалась, чтобы обезвредить лишь крохотную часть мифов. А на дебатах и на разговорах вообще в обычной жизни никто нам никогда столько времени не дает. Значит, нужно придумать свою систему, которая может легко их отбивать. Ну вот я просто поделиться в этом смысле опытом. Значит, итак, что говорят все время оппоненты на различных форумах и книгах, когда они пишут против меня. Вот сейчас они готовят в издательстве «Алгоритм» их ответ к 17-му году. Мне дали почитать, чтобы я как монархист их обстучал со всех сторон. Я за два часа нашел 80 ошибок, плюнул и отдал. Ну а о чем он так говорит? У них работа идет, кипит, все дела, а аргументы, в общем, в принципе, старые. И это хорошо, потому что ничего нового, их мозги, нервы создали. Слава Богу. Короче, что вы говорите? А дело не в этом, дело в том, что все вычерпано. Да нет, ну почему? Нет, все вычерпано. Их старшие товарищи за 80-летие, куда они могут пойти? Ну, например, последнее достижение красных публицистов – это провал брусиловского прорыва. Могу вас поздравить. Уже смешно, правда? Второе достижение – массовый призыв 16-летних в армию 14-16 года в виду нехватки человеческих ресурсов. А это говорит, между прочим, человек остепененный, кандидат исторических наук. И тому подобная ахинея. И это хорошо, что наши оппоненты дуреют на глазах. Но, тем не менее, когда они опомниваются, приходят в себя, они начинают возвращаться к старшим товарищам и давать строго по марксизму. Если раньше, 15 лет назад, над этим сразу все смеялись, то теперь уже смеха нет. Теперь уже выросло поколение, которое начинает воспринимать всерьез, там, со Сталином победили, все дела. То есть как будто бы не было всего вот этого антисталинского, ну, даже не обличительства, а разоблачительства в хорошем смысле слова. Как будто бы никто не знает ничего о голоде 30-х, 20-х. Все оказалось впустую. И поэтому приходится снова из болота тащить бегемота. Итак, я поделюсь опытом, может быть, вам это пригодится в своих разговорах, может быть, с красными товарищами или полукрасными. Итак, первое, что они говорят. Значит, не решен крестьянский вопрос. Ответы я им такой всегда даю. Значит, что значит крестьянский вопрос не решен? Ну, типа, землю крестьянинам не раздали. Мой ответ очень простой. При Сталине землю изъяли. Где революция при Сталине? Значит, эта причина не может быть. Это понимаете, что полемический прием не может быть решающим. Еще один ремарк. Во-первых, я вам рекомендовал всем найти одно из выступлений Столыпина в Государственной Думе. Дай Бог памяти, 1909 год. Где он как раз отвечает по земельному вопросу радикалам. Где он сказал, что даже конфискация всей помещичей собственности в России не решит крестьянский вопрос. И когда произошла вот эта вот, ну, я буду говорить, извините, прямо грабеж большевиков, законных владельцев в 18-м году, при резке новой 23 процента. Ну, 23. А по-разному считают. Вот. То есть, игра тут не стоила свеч, конечно. Дело даже не в этом. Дело в том, что после конфискации, которые были во время колхозов-совхозов, у крестьян стало земель намного меньше. Где революция? Нет, при усадебной участке. Это же не земля. Ну, это вы понимаете. Вы же имеете в виду, что вы разговариваете не со мной, а с неким идиотом красным. Вы же понимаете. То есть, поэтому, надо сразу говорить, резкое уменьшение, значит, происходит с земли. Где революция? Нет революции. Дальше. Царь бездарный, говнокомандующий. При нем были бесконечные поражения и так далее, и так далее. Можно идти по пути долгом, объяснять и рассказывать про каждую операцию. Чего нам не дадут. Это я сразу вам скажу. Чего нам не дадут. Это, кстати, среди последних достижений, сейчас заодно поделюсь, что там у красных, очерки из-за предельного. Последнее достижение. Царская Россия не выиграла ни одного сражения против немцев на германском фронте. Это говорится буквально, это повторяется. Правильно ваше возмущение? Правильно. Но когда он это скажет, он на это потратит три секунды. Когда вы начнете перечислять, вы потратите минуту. Вам минуту не дадут. Это дебаты, если устраиваются. Поэтому обрубают, не дают. Нет, ну, я... Расскажите, какие победы на германском фронте. Нет, ну, значит, это можно много... Господа, господа, очень трудно говорить, когда шум такой. Нет, вы знаете, я могу, в принципе, YouTube всем разослать все это все перечислено для экономии времени через вас, да? Все, это у меня там есть лекции наговоренные со всеми данными. Ну, еще двоих человек, возьмите, чтобы кто-то... Да мне... Да нет, они все равно не дают говорить... Нет, ну, там вопрос хотя бы можно... Значит, я вам расскажу историю. На канале «Телезвезда» выставили трое против троих. Белый против красных. Те двое, которые были за меня, перешли на сторону противника. Было пятеро против одного. Ведущая стала шестым. Понимаете? Шестеро. Да, и они орали «Николай слаб, глуп» и прочее. Это те, которые были за меня. Приватизацию не трогать, это тоже. И так далее. Короче, все собрали. Понимаете? Я обругал всех, больше меня не зовут. Значит, ну, серьезно, ну, обругал. Лучше честно. Один раз удалось пролезть и, ну, удалось облаять их. Короче, иду дальше. Следующее поражение, да, все и так далее. Говорю, хорошо, значит, где стоял фронт? Как ни странно, многие не знают этого. Имеется в виду из красных. Я говорю, ну, вот на расстоянии от Москвы на тысячу километров, на расстоянии от Петрограда на 800 километров, на юго-западном фронте, на территории противника, на Кавказском фронте, глубоко на территории противника. Если это плохо, ну, там, 15-й год, все дела, плохо, да? Соответственно, что же тогда говорить о 41-м годе? Значит, Сталина должны были свернуть? Ну, не получается? Не стыкуется? Но он сам был готов свернуть. Ну, это уже долгий вопрос. Последний, ну, не последний, но не последний по значимости. В царской России бесконечно голод, все дела. В это дело сейчас они вложились конкретно. Издают книгу за книгой про царский голод. Опять-опять начали. Я говорю, хорошо, не будем об этом спорить. Можно опять час рассказывать. Но есть документы по людоедству, УГПУ. К счастью, УГПУшники все фиксировали. И там огромное количество материалов о том, как родители убивают детей во время голода, убивают их, едят. И начинается уголовное дело. Это то, что признала советская власть. Опять же, вот у меня есть лекция «Голод по людоедству». В 1933 год. Более того, с 1923 по 1933 год повторялся в Советском Союзе каждый год. Имеется в виду не то, что недоедание, а именно поедание желудей, кошек, собак, трупов из хота могильника. Все зафиксировано, документировано советской властью. Но это мне не дадут рассказать им. Поэтому я говорю, хорошо, замечательно, но ведь факт голода при большевиках, который был в 1918 году, о котором вы упомянули, не отрицается даже красными публицистами. Факт голода, который был в 1930-х, уже не отрицается, уже даже коммунистами. Да уже не отрицается. Они начинают вилять, юлить, что-то придумывать, обвинять царя. Говорят, что не решил крестьянский вопрос. Ну да. И колхозы учредил. Правда. Вот вы смеетесь, но это долгий разговор. А кто даст? Никто не даст. Я говорю, был голода? Не было. Дальше, последний момент. У крестьян было мало земли. Сколько бы то ни было, должно было быть много. Хорошо, говорю, для сравнения, в Англии вообще земли не было, нигде революции нет. И дальше, разве крестьяне свергли царя? Вот тут так карачун у них наступает, потому что они понимают, что, конечно, нет. Уже до такого мало какой идиот договаривается. Хорошо, говорю, может быть, у Алексеевых генерала не хватало денег или что-то еще? Давайте посмотрим пофамильно людей, которые... Да, вот у него особенно. Особенно, да. Да, да. Вот кто там был против-то? Вот Морозову финансировали. Опа-опа-опа. Ну, понимаете, да? Ах его грохнул. Да. Ну, соответственно, Красин его грохнул. Но дело даже не в этом. Вопрос-то в том, что вот эта противоречивая картина, самопротиворечивая система, вот эта вот коммунистическая, она разваливается. И это можно очень коротко говорить. А если говорить о главных... А теперь, после того, как мы в своем кругу обсудили, как бороться с этим красным чертом, надо на самом деле нам самим-то ответить на вопрос. Если мы признаем, что... И мы это понимаем, что, конечно, никакие не крестьяне не свергали. Царя не свергали, это понятно. И никакие не рабочие. Это показано и цифрами, и непонятно, какие там рабочие. О чем тут говорить? Если мы прекрасно понимаем, то тоже можно доказать. Но я думаю, это нет сейчас, нет для этого времени, что очевидно, это государственный переворот. Причем документировано, что уже в апреле 2015 года министерские портфели просто были распределены. Они были распределены, а значит, все было понятно заранее. Идем дальше. Отсюда разваливается и миф о том, что спонтанные выступления народных масс привели по речу и тому подобное. Какие спонтанные, если уже в 2015 году, когда их еще нет? Это немецкие подромы. Подождите, подождите, это не спонтанные выступления масс против царя. Это, наоборот, верноподданнические, как вот говорят. Вы погодите, это вы красных недооцениваете. Значит, что дальше? Ну, если, соответственно, тяжелое поражение на фронте, то, по идее и логике, 15-й год должен был бы быть как раз годом революции, как самый тяжелый год. Ну, как мы знаем, с сентября 15-го по февраль 17-го русская армия нигде не отступила, получается нелепо. А вы когда перестали отступать, сделали революцию. Тоже глупо. И так далее. Мы понимаем, что все эти накиданные причины оказываются блефом и глупостью. А надо теперь ответить на вопрос, а как же вы пришли до жизни такой? Вот мы вот с господином Алексеевым по переписке пообсуждали, пополемизировали, у нас разные взгляды, вот некие. Но я исхожу из того. И очень много людей, они очень говорят об ошибках царя, и в том числе вот вы, кстати, там, или там в недочетах. А я исхожу из другого, из некоторых фактов, которые мы можем уже точно проверить. То, что архивы чистились, это факт, факт. То, что люди вероподлиннические цари уничтожались, факт, факт. То, что мы в значительной степени вынуждены смотреть на события через мемуарную литературу врагов же царя, это тоже факт. Поэтому логичнее сказать, что может это мы чего-то все-таки не знаем. Ведь может же такое быть? В многом не знаем. Вот именно. А раз так, то лучше не торопиться с обвинением царя. Потому что уж больно, и тогда очевидны его ошибки. Что ж, получается, сам царь не понимал? Это мое, конечно, мое просто мнение. Римарыч, у меня вообще вопрос сейчас стоит такой. Мы празднуем 100 лет вот этого переворота. Мы не празднуем, мы не празднуем. Мы не празднуем, мы не празднуем. Мы не празднуем. Ну, оговорился, извините, это не по Фреду, но я о сути. Вот как бы есть дата от четкого понимания, как все это произошло? Нету. Вот кто организовал неподвоз хлеба? Есть? Есть. Конкретно. Кому он подчинялся? Жалко, что я книжку сегодня из-за перевороты и революции. Публиковая вы знаете? Нет, там не в два. Я имею в виду, что суть целиком была. Как работала вся эта организация? Есть, есть. Ну, что значит вся? До последнего человека зачем вам? Да, нет, а как процесс? Вы смотрите, а вот для этого нужно знать, кто командовал. Я знаю, что много командовал. Подождите, секундочку, нет, секундочку. Давайте мы определимся. Давайте, конечно, известно, как это. Через профсоюз булочников было заблокировано выпечка хлеба. Как социалистический профсоюз булочников функционировал? Вот надо на социалистическое движение выходить и так далее, и так далее. Это просто долго, но это можно. Это, нет, вы спросили. А это все в целом? Ну, подождите, сейчас у нас меня... Кто командовал? Это вы попросили? Это, нет, подождите. Нет, 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 есть вопрос заданный. Есть вопрос. Подождите, а давайте мы здесь... Это сто лет, а мы четко не можем сказать, что год. Я вот... Отсюда, досюда, досюда. Подождите, я вот... Была теория хаоса. Да нет, никакой... Нет, подождите секундочку. Так, кидай в разные... Давайте я позволю вам... Господа, давайте диалог вести без... Да, не параллельный давайте все-таки. Значит, я... 27 марта не будет стачка. Вы знаете прекрасно, да? Перевозчики отказываются вести продукты в Москву, в Петербург и все. Нет, в 18 марта не будет стачка. То есть, там не будет... Значит, я... Нет, вы вопрос поставили правильно. Вот так вы понимаете... Вот смотрите, как это... Вот блестящий как раз аргумент в мою пользу вы сейчас дали. Вот так происходят дебаты на красных каналах и вообще на красных каналах. Вы задаете колоссальные сложности вопроса. Не в том смысле, что на него нельзя ответить. Можно. Хотите, я вам три книги пришлю, мои. Если прочитаете, узнаете. Это уж самореклама. Я не могу эту тему знать. Вот именно. Вот именно. Видите? Вот видите? Вот именно. Вы много знаете. Но в двух словах... Я же сказал, в истории партийно. Все преломляется через принуд следующее. В двух словах вы не сможете. Нет, конечно. Вот о том и речь. И как вы ждете от меня ответа этого? Я не от вас. От кого же? Вы же мне задаете вопрос. У людей, которые вот все... А в этом смысле... Было четкое понимание, кто за что, как происходило. Я за все хорошее. Против всего... Вот не об этом. Потому что, извините, кто-то помимо хлеба организовал подход этих шумовских женщин в очереди. Конечно. Да, это все. Было проработано, как царят, сторонят. Откажутся, и там не откажутся. Есть план Гучкова был, да. Есть план Гучкова. Ну так. Все это происходило. Кто-то не пустил два поезда с георгиевскими кавалерами. Кто-то направил поезд... Сколько? Как это все командовалось, происходило? Это же не Алексеев один сделал. Временное количество. Да кто-то в правительстве, кроме Керенского, мог что-то сделать. Давайте послушаем. Нет, здравствуйте. Вы знаете ответы. Ну зачем же тогда вы спрашиваете? Я хочу, чтобы у нас у всех было общее понимание. Чтобы, как четко, скажем, в октябре, барышевики получили власть. То есть, понятно. То есть, керенску, тут уже не о чем почти говорить. Катехистики, да? А вот здесь он нет. Катехистики. Ну, наверное, это не тема нашей дискуссии. Просто если... Коротко ответьте, почему. Нет, нет, нет. Не будем даже акцентовать. Нет, почему? Потому что именно потому, что это несколько часов. Часов на пять. Все давно... Да, да, да. Как там это говорит гараж? Стихийный митинг продолжается. Надо запереть будет на ключ и неделю говорить. Потому что, на самом деле, это не то, что сложный вопрос, а громоздкий. Сложный не от слова трудный, а от слова сложенный. Он просто громоздкий. Это технология целая определенная. Через военные масонские ложи, естественно. Через зембор, да, который был организационной структурой. У нас была фортинация. Естественно. Как же оно и называется? Зембор. У нас была зембор и стояла. Да, конечно. Так вот, я как раз к этому хотел, но мне все трудно передать, перейти. Короче говоря, нам приходится ответить на вопрос концептуальный. В принципе, как мы дошли до жизни такой, что у нас произошла революция, да? То есть принятие их позиции мы не можем, потому ввиду двух причин. Во-первых, это нам не выгодно. Во-вторых, они дураки. Вот, значит, зачем нам соглашаться с их глупостями? Их идея в том, что царская Россия прогнила, что она зашла в тупик, что монархия была отжившим институтом. И поэтому, потому что стало плохо, вот вам революция. То, что революция происходит, когда хорошо, а не когда плохо, это пока до людей не доходит. Но, в принципе, я так надеюсь, что Майдан и прочее показали, что люди там выходили не в рубище. Когда у нас был этот, как его, болотный, туда люди с айфонами приходили, а вот шахтеры гнищали. Да, а шахтеры-то как раз сидели по своим домам. А кто помнит 91-й год? Да. Прекрасно, да, конечно. 88-й, по-моему, один из высших достижений плановой экономики. Нет, шахтеры имели среднюю зарплату в 4 раза выше, чем по стране среднюю, в 4 раза выше. Именно больше всего они безобразничали там. Так что, но эта мысль пока начинает только-только созревать, пока рано. Но надо нам теперь между собой договориться, а как понять, почему-то действительно крах есть крах. Его надо объяснить, почему огромное количество представителей, вроде благополучных людей, благополучных сословий выступило против монархии. И здесь Алексеев, господин Алексеев, фактически я же так и знал, что так и будет. Я просто дополнить, мне только останется только дополнить. Важную вещь сказал, а я только это заострю. Историю делает элита. Историю делает элита, вопреки тому, что рассказывают там марксистские учебники. И от того, что думает очень небольшой узкий слой, имеется в виду узкий в общем массе, от этого зависит все. Все остальное им помыкают. Ими крутят, как хотят. Поэтому нет смысла смотреть, что там думал рабочий, что думал крестьянин и так далее. У крестьянина отобрали всю землю, заставили голодать и убить до смерти своих детей. И сидел тихо. А потом же еще и войну выиграл. А значит, в буквальном смысле, вот лозунг в хлебе мало, в изюме, это буквальный лозунг 17-го года. Под этим шли рабочие, да. И есть воспоминания людей, которые говорят, что когда было холодно рабочим митингующим, они забегали греться в кафе, вот в буквальном смысле пили кофе, ели буки с этим смаком, со всеми этими делами. Потом брали опять свои дежурные бумажки, поднимали, нет хлеба. Он тебе зарплат платил, да? Это о чем мы речь. То есть дело-то не в этом. Значит, что мы видим? Итак, мы видим четко, что действительно, мы видим век 19-й. А чтобы к нему подойти, надо вспомнить век 18-й. Мы видим период неустоявшегося трона. В чем мы говорим? Мы видим с самого начала, и властвующая элита, вот эти узкие круги, категорически не хотят иметь над собой начальника. Вот она причина. Что дальше? Что такое 19-й век? Это попытка консолидации власти вокруг монарха. Попытки, значит, то есть один против судьбы это называется. Потому что против него выступает всегда слой. В каких-то случаях удается его, в каких-то случаях не придавить. Но это не означает, что проблема была снята хоть в один год 19-го века. Мы знаем, что, например, элита, особенно московская, с большим сомнением относилась к правам Николая Первого на престол. Ну, это вот все эти шашни вокруг отречения, не отречения Константина. Как бы то ни было, это было омрачено. После смерти Константина все улеглось. Так, о чем и речь? О чем и речь? Но, тем не менее, к чему это привело? К тому, что Николай Первый с первых же шагов был вынужден закручивать гайки. Он не мог пойти по пути, который был как раз желателем для элиты, даже в качестве компромисса. Но они смотрели в Англию. Смотрели на Запад. Палата ПЭРа огромная. Она до сих пор, вот 10 лет назад, до 10 лет назад, по-моему, принят только закон, который наконец-то разрешил там... Ненаследственное ПЭРство. Да, ПФПРство. И уменьшили палату ПЭРа аж до катастрофически маленького числа, до 1100 человек. Вы представляете, 1100 человек ПЭРа, наследственных, до сих пор, до 21 век на дворе. А о чем это говорит? Говорит о том, что в Англии была принята модель очень специфическая, где вся элита, именно та, которая могла управлять, была инкорпорирована сразу во власть. Отца их король держал, было разбит правление только лишь как разводящий, как балансировщик. Как балансировщик только. Ну, я и говорю, разводящий в нынешней лексике. В уголовном жаргоне. А это так и есть, потому что это уголовники. Если посмотреть, значит, что они там творили, эти английские, какие законы они там написали для своего же народа, это уголовники и есть. Люди пиратский остров, пиратский менталитет и генезис денег тоже такой же. Но, как известно, вот Ротшильды, о которых мы говорили, они получили деньги с суду после этого, работорговли, между прочим. А деньги им дали как раз англичане через немецкого офицера. Так что служили они верно и понятно почему. Так о чем это говорит? У нашей элиты всегда был идеал заграничный. У Николая Первого было другое. Он же видел прекрасно, к чему привели вот эти либеральные штаты Шашнева во французской революции. Элита была уверена, что она сможет провести российский корабль государственности, не наскочив на Арифы. А Николай прекрасно видел, что одно-то есть, да, одно государство. А сколько было провалов, а сколько, так называемая весна народов, ну прям как, это же термин 19 века, прям по нынешние времена. Сколько было революции, сколько было гражданских войн, сколько было суммут, сколько было потерь. Он в одну сторону гнал, то есть закручивал гайки. И не случайно это отразилось даже на общем количестве преступлений. Общий режим жесткий. А они ждали роздуху, они его ненавидели. Если мы посмотрим все гадости, которые написаны про Николая II, я вот подчеркиваю, то это калька с мемуаров о Николае I. То есть если говорят о вероподнической элите про Николая I, это неправда. Вся грязь, которая писалась о Николае II, вот мысль вот сравнить, это прямо вот как будто пара фраз того, что было написано о Николае I. И более того, об этом писали высшие аристократы, вся грязь, которая писалась о русской армии в 15-м, нехватка снарядов, казнократства, бардак, мы проигрываем, вот это вот вся шушера. Это буквально, дословно, это разговоры нашей элиты. И более того, попавшие в государственные издания, издававшиеся про Александра II благодаря либерализму, о Крымской войне. И более того, самые высшие, самые приближенные к царю люди, светлейшие князья, меньшиков и так далее, сознательно лгали о России. Потом эту ложь подхватили большевики, а потом они, например, стали говорить о том, что вот даже вот такие высшие люди критикуют царскую Россию. Значит, о чем разговор? Например, знаменитое сражение, вот это вот Синопское, там же пароходы наши победили, это пароходное сражение. Частично пароходы, частично паруса. Все знали, что это ложь. Тем не менее, язык очень хотелось болтать. Что творилось в это время в общественности, в процессуре, в среде академиков? Это отдельно. Это отдельно. А какая отдельно? Ровно. Ровно такая же, как и в 1905-1907 году. Питательная саня для микроб. Они говорили, когда же сдастся в Севастополь? Ну, наконец-то. Это общее мнение, восторг. Мы уже и страдались. Это буквально, это говорят люди, говорят они, между прочим, обласканные вроде царем, все. А что же им не хватало? А власти для себя им не хватало. То, что они называли свободой. Что значит свобода? Какая еще свобода? Ведь кто больше всего кричал о свободе? Тут просто тоже, как аргумент на будущих гипотетических дебатах. Что, к крестьянину выходил, хочу свободы? Да в первую очередь говорили о свободе те, кто имел больше всего свободы. Значит, под свободой другое подразумевалось. Отсутствие контроля. Власть и отсутствие контроля. Почему мы должны губернаторов назначать царь? Мы сами хотим быть губернатором. Мы сами в своем кругу решим, кто будет губернатором. Это боярство то же самое. Это олигархи. Это желание создать олигархи. То же самое. Вот как раз при Ане и Ане, вот в Верковнике, это чисто аристократия, старшая олигархи. Смот на время. Перестремившись. Семя Боярщина. Семя Боярщина, да. Ну, а что, можно далеко не уходить в прошлое. Есть вещи документированные. Идем дальше. Николай I получает, значит, под конец своего правления Крымскую войну, которая доказала блестящую крепость его системы. Именно за это, его и прокляли, именно за это стали лгать, что, наоборот, крепостная Россия сгнила. Наоборот, Крымская война, это пик, на самом деле, могущества нашей армии. Это можно доказать легко, но не будем тратить время на это. Что же, ну, это о чем говорит? О том, что все вот эти вещи уже элиту так достали контроль, что они готовы были чего угодно придумать, сказать, и от Александра Второго ждали уже послабление. Что и получилось. Что сделал Александр Второй? У него та же самая проблема. С одной стороны, надо поделиться властью. Иначе плохо. Иначе плохо. Не случайно, кстати, смерть Николая Первого тоже была при сомнительных обстоятельствах. Но доказать мы не можем, но, по крайней мере, сомнительно. И, может быть, и помогли. Очень может быть. Но самое-то главное, что все знали, что Александр Второй либеральный. И он принимает экономический либеральный тариф. Аналог ВТО. Одна из причин Крымской войны, это попытка заставить Россию подписать ВТО 19 века. Тарифный тариф, план, который предлагал Россия, Англия, Франция, Австрия, Турция, то есть все как раз враги. Сардиния. Вот сардинцев как раз тогда-то и не было, имеется в виду, в том плане экономическом. Сардиния потом подтянулась. Он аналогичен нынешним правилам ВТО. Это снижение всех протекционистских барьеров. Николай Первый был протекционист, Александра Второй нет. Он первое, что сделал в экономике, резко снизил протекционистский тариф. Далее, это уже был либерализм в экономике. Дальше, либерализм, вот эти так называемые великые реформы, проклятые реформы. Именно они создали вот те революционные организации, о которых вы спрашиваете, кто все организовал. Организации земских управляющих, губернатных всех. Вот этот третий элемент, так называемый, подтянулся, Шушера всякая образованская. Именно она вошла в земство. Именно местное дворянство. Россия получила кучу мелких таких очагов, фронды. Потом эти мелкие очаги организовались в общероссийскую государственную организацию. Вы говорите, не было общего дворянства. Зато было общее земство, оппозиционное к царю. Но, что вы думаете, дворянство ведь не было радо этому пославлению. Они не этого хотели. Не самоуправление, не решать вопрос, построить ли мост или там сколько горшков в госпитале. Нет, дайте нам власть настоящую, верховную. Что же получилось? В итоге получилось, что рычаги и финансы уже частично оказались в руках оппозиционной фронды. А реальной власти у них еще нет, имеется в виду высшей. То есть, не решили ни одну, ни ту проблему, ни другую. И это просто не то, что так легко было решить, это и есть историческая ловушка. То есть, что делать Александру Второму? Либо он сдает власть. И, кстати, не случайно при нем происходит проект Конституции. Это же не просто так. Либо он сдает власть и переходит на английский монархический путь. У него была дилемма, которую он не мог решить и оставил в наследство сыну. Это либо спасти династию, но потерять власть, либо до конца держаться за власть с риском погибнуть. Вот о том и речь. Я это и говорю. Это дилемма историческая. Это проблема еще Николая Первого. В итоге его... А мы сейчас к этому ведем. Я просто говорю, что уже Николая Первого. А с Николаем Вторым понятно, что это была такая проблема. Но когда она началась... Почему я еще обращаю ваше внимание на это? Потому что все потом упреки по адресу Николая Второго, они легко опровердаются. Я добавлю. 30-летнее железное правление Николая Первого лежало на плечах победителей. Вот этот вот культ героев 12-го года, вот эти генералы, которые вошли в Париж, это все будущие министры и фельдмаршала Николая Первого. И вот эта стабильная система лежала. Здесь как раз зеркальная ситуация со Сталином. И я хочу сказать... Зеркальная. Я хочу сказать, что поскольку все это были прославленные люди, николаевцы, имеется в виду, которые еще победители, ну практически все герои Крымской войны, это еще тогда, так или иначе герои Венаполеоновских войн, они своим авторитетом, естественно, заняли ключевые посты. И долго держали. И ротация элит в этом время не происходила, и понятно, по какой причине. Она происходила, но медленнее. Это то же самое, вы же понимаете. Какой дурак. Ну мы же все нормальные люди, мы все понимаем. Оговорки не буду делать для экономии времени. Какой дурак прогонит Паскевича, если это прославный полководец, кого поставить? А Паскевич уже старикан. Не потому, что он слабак. Он до последнего дня был человек гениальный, и он вывел стратегический план, он переиграл своего оппонента Сент-Арно в Крымской войне. Да. Но рядом же живет где-то майор, а потом уже полковник. Он же тоже хочет быть фермайшером. Мы уже самому под 60. И выросло поколение голодных, молодая элита. Она уже сама не молодая, строго говоря. Но когда старики ушли, они пришли, давай ругать стариков, потому что нам же пора уже. С этим вот наследством Александр Второй и столкнулся. Дошло дело до Конституции. Практически дошло дело. Дошло дело до гибели царя. Что получается? Поликует Александр Третий. Что делать? Вот что делать? И он тогда пытается возродить практики Николая Первого. Конт-реформ это и в экономике то же самое. Вводит протекционистский тариф аналогично Николаевску Первому. Причем разработал этот тариф невезвестными делами. И при Николае Втором, кстати, он тоже переписывался с Николаем Вторым, указывая, как дальше корректировать протекционистский тариф. Он потом был увеличен, вопреки мифу. Что же получается? Но полностью даже он не смог земство нейтрализовать. А время идет. И время работает на революционеров. Земство уже крепнет. Уже все больше и больше ресурсов. Все больше и больше связей. Неформальных и прочих. Ну и в общем-то... Корпус жандармов, извините, 1200 человек. Так нет, да. Так мало-немало. А начинаешь их расширять. А этот корпус жандармов в хороших отношениях эти жандармы с земцами. И Протопопов главный наш жандарм. Ну он не профессиональный. А Жуковский разрушил. Погодите, погодите, погодите. Есть фрегли рютант. Вы знаете, насчет Протопопова очень интересная история. Есть основания полагать, что это... Ну это ладно, не буду говорить, чтобы мне не подловили. Что он так раз профессионал, только законсервированный. Но дело даже не в этом. Суть в том, что попытка увеличивать жандармский корпус и прочее, это практика Николая Первого. Надо не ступить. Не надо ступить. То есть, что делать? Я вот так скажу, что в конечном итоге правление Александра Третьего, которое считают, в общем-то, выдающимся, в экономически выдающемся, а политически не решена проблема. Котел бурлит, ему ничего не остается, как закручивать гайки, а гайки сейчас слетят. Я, кстати, не хочу сказать, что он был слабым политиком. Действительно, проблема исторического масштаба. Он наоборот был крепкий. Вопрос не в этом, а в том, что проблема исторического масштаба. Что делать? Пойти по английскому пути? А кто гарантирует, что дойдешь до цели, а не получишь французский путь? Не надо забывать, что у нас холодная война идет, и переходящая в горячую, идет острейшее противостояние. В Крымской войне, я на всякий случай, если, может, кто не знает, в Крымской войне, значит, цель, вот я же упомянулся, Арно и так далее, какие же цели противник-то ставил? Значит, расчленение России на несколько частей, отторжение от России, Польши, Белоруссии, Украины до... Сейчас по очереди, до Киева, дальше, отторжение Крыма, создание Чеченской республики, условно говоря, тогда это называлось по-другому, Черкесии, с Идмам Шумелем отдельно от России, отторжение всей Прибалтики, отторжение Финляндии и Петербурга, о чем вообще мало кто знает. Вот такие цели были. Далее, это только на первом этапе, это должно было быть уже тогда. А на следующем этапе, дальше, удар польского корпуса в центр России, поднять женское казачество и создать там еще одно государство. То есть, речь шла о существовании России. Николай I спас страну в очень тяжелых условиях, ничего из этого уж не вышло. Именно поэтому это взбесило Запад. Но ведь эти планы никуда не делись. Потом эти же самые планы легли на стол уже и Бисмарку, потом эти же самые планы легли на стол Гитлеру, и теперь мы видим ровно реализацию этих планов. Хорошо, это же не просто так. В этих тяжелых условиях пойти на либеральные реформы, это смертельный риск, это же армия ослабляет, и все ослабляет. Ну и, в общем, я могу так сказать. Что? В декабристах такие планы. Так я о чем говорю, это долго копать. Первая мировая прописка. Да, так и есть. Соединенные Штаты. Да, это все ясно. Просто если долго копать, мы с вами не уйдем ни отсюда. И что получается? Ну, как утверждается у Хамлинов, как утверждает все-таки министр обороны, поезд царя взорвали. То есть никакого не было. Борг. С Александром Третьим? Да, да, с Александром Третьим. То есть, ну даже если это и не так, вот очень подозрительно. А сказки, главное по ублюдочным сказкам, которые рассказывают, как произошла катастрофа, сразу видно, что что-то ублюдо. Тут же показали, что царь дурак. Главный свидетель вид-то. Да, нет, так самое главное, как подали. Сказали, что царь дурак. Буквально так, самодур. Погнал это. Два раза позади. Да, ну да. То есть он, царь, значит, сумасшедший. Он глупее всех. С детьми есть. Ну вот именно. Ну что, в своем умелии. Вот. Эти люди, которые это придумывают. Ну, аллыка каждая строка, мы же понимаем. И мы получаем Николая Первого. Вот этому человеку достался вот уже все. Котел раскаленный. Его уже коснуться трудно. Какие гайки? На что надо давить? Когда говорят, что он не сделал того, не сделал, не убил этого. Ну хорошо, не повесил того. Ну что, повесил одного, придет другой такой же. Когда говорят, чехардая министров. Вот правильно, вот вы заметили, что когда меняли бояр туда-сюда, и оторвали связи. На самом деле Николай Второй все прекрасно знал. Он был прекрасно известен о готовящемся заговоре. Ему было прекрасно известно даже, как собираются его свергать. Ему дали четко понять, что его убьют при малейшей попытке к жестких мер. Ну, на водосвете. Когда в царя стреляли из пушки. А потом подали это под видом случайности. Такие случайные люди зарядили пушку боевой картинщик, сфолизовали прямо в палатку царя. Но это, конечно, было предупреждение. Это не было желание тогда убить. Это было предупреждение. То есть, что мы видим? Мы видим фронту великокняжескую, которая хочет занять все места еще больше. Царь им особо не нужен. Мы видим земскую фронту, которая уже окончательно вышла на финишную прямую. Капитал вот этот, в том числе и старообрядческий и так далее. Все это, конечно, финансировалось еще и Запада. Все это поддерживалось оттуда. Это все очень такой, знаете, резонансный эффект. Оно без этого не может. Они все были пронизаны. Это матрешечный заговор. Да, могла ли быть, да. А теперь, нет. Был, конечно, был. На что царь надеялся? Он уже не был дураком. На что же он надеялся? Понятно, теперь становится его трагическая фигура, что ты реально стальной царь. Как надо оклеветать человека? Стального назови слабым. Но домашнего тирана под каблучником, чем, кстати, царь и был. Домашний тиран, а не под каблучником, если уж говорить серьезно. Вот, и так далее. Был, был. И только очень сильно ему создают этот лепниный сладкий образ, специально, чтобы еще больше дискредитировать. Это очень интересная зарисовка. Что говорите? Ну, у нее немного быть разные, могу сказать. Переписка с императрицей там. Переписка, да, читали, читали. Вы прям уверены, что это прямо императрица написала? Ну, экспертизу сейчас никто не проводил. Да, экспертизу никто не проводил. Мы оперировали. Да, экспертизу никто не проводил. Кстати, о дневниках. Кто правил дневники Николая Второго? Покровский, кто же? А кто его главный ученик? И учредитель историк архивного института Исаак Израильевич Минц. И так далее. А у Минца следующие поколения. Нет, Минца, это переписка секретная, а у Ревоидной. Да нет, я говорю вообще дневники. Кто переиллюстрировал и подъехал. Мы уже говорили. Покровский привлекает Василий Тавлович. Мы уже говорили, знаменитый, например, тот факт переписки царя с царицей, то, что это, говорит, шито белыми нитками, значит, то, что здесь поработали противники царя, хорошо видно по одному простому факту. Огромное количество, мы все, наверное, слышали, телеграммы царицы вставку, она управляет царем. Зачем ей телеграммы давать, если у нее телефон с прямым проводом из царского села. Еще раз Путин управляет сюда. И вот вам полная чушь. Уже здесь видно, люди лгут на ходу. На что они рассчитываются? Да на то, что большинство населения тогда не знало, как устроено государственное управление. Это что, секретные вещи. Это топсик, как сейчас говорят. Кто знает, что у него прямой провод с царским селом, он разговаривает с царицей ежедневно. Потом вдруг она взялась и говорит, о, идет как-то она на телеграф отстукивать. А в это время руководителем телеграфа является Бубликов, комиссар Временного правительства. Все замечательно. И все этому глупости ты верит. Этим письмам то же самое. Дальше. В письмах употребляет упоминается тема «милый друг». Все решили, Тарас Путин. Кто это сказал? Откуда это? Почему? Понимаете? Да, в общем, ладно, даже говорить не хочу. Так, ну, дело-то не в этом. Был ли шанс? Вот вопрос был задан. Значит, на что рассчитывал царь? Его задача была, он понимал, что как только он начинает репрессивные меры, значит, сразу будет свержение. Сразу. Потому что это, видно, называется, игра в перегонки. Он начинает брать кого-то. Все оставшиеся революционеры его свергают. Значит, чем раньше он начинает бороться, тем быстрее его свергают. Что делать? Значит, надо довести войну до победы. В этот момент он будет нужен элите. В этот момент он будет человеком, который будет делить благо. Именно у него есть договоренности с мировыми державами о распределении трофеев царской России. Больше ни у кого. И на это он рассчитывал. Он тянул до этого. Надо было победить любой ценой. Прикидывая, что не понимает. Кстати, отсюда миф пошел о том, что царь делает вид, что он не делает вид, а что он не понимает. Ему докладывают, а у него лицо не меняется. А он, можете себе представить, ужас. Он постоянно докладывает. Николай Николаевич обсуждает ваше свержение. Николай Николаевич уже обсуждает ваше свержение. Значит, такие-то полки вам уже не верны. И так далее, и так далее. Он все это слышит, все это знает, и делает вид, что он дурачок, что ничего страшного, не бойтесь, не бойтесь. А здесь документы обсуждали? Да, конечно, конечно, конечно. Например, безусловно, вы, кстати, на наше счастье, не все февралисты еще и переругались между собой за рубежом. И когда они переругались, они стали выкладывать друг против друга компромат. Да, ну, например, в 16-м году, в 16-м, имейте в виду, был перехвачено полиции письмо, в котором переворотчики переговорились друг с другом. Там было написано, ну, наконец-то удалось уговорить старика. Вот, внимание, старика. Он будет главой вот боевых этих отрядов, которых царя свернет. Полиция выяснила, что под стариком имеется в виду Алексеев, вот его кличка в этих вот кругах. И это было доложено, доложено Протопопову, кстати. Ну, вот, так вот. Вот именно, я же только что сказал. Нет, арестовывают Протопопова, допустим, арестовывают. Все, это сигнал для революционеров, начинаем. И когда, как раз... А если внезапно, скажем, как там, сразу 100 человек, опять 20-25, 100 человек арестовало. Так и было сделано. Накануне революции это и произошло. Именно это. Это неспросло. Идеев, почему же не сработал этот план Николая Николая Второго? Потому что наши элитарии договорились через голову, и они поездили, поехали за границу на переговоры. В 16-м году была большая делегация. А в 17-м уже английская делегация Лорда Мильна. Да, 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 сейчас я это расскажу. С проверкой. До сих пор документы не разобраны. Вот я, кстати, сейчас скажу, тут тоже важный момент, и понятно почему. В 16-м году состоялись смотрины наших оппозиционеров Англии. Там был Милюков, вся вот эта вот усовка шушевая. Они как раз договорились. Милюков не случайно был министром потом иностранных дел в этом, в правительстве временем. Там-то он и получил заверение, что все будет нормально. Мы и без царя все рассеянные деньги. Ну, разумеется, дурака кинули. Понятно. Потому что никаких подписей с нелегитимными людьми у них не было. И это вот, на это рассчитывал царь, и это у него не сработало. Но просто я только лишь краешек рассказал того, что вот мне удалось в течение многих лет собрать по публикациям, имеется в виду архивных документов по диссертациям. Вообще стоит действительно отдельно поговорить о влиянии иностранных держав. Потому что для меня, например, совершенно изумление, что Соединенные Штаты Америки признают Временное правительство 7-8 марта. Нет, и французы, и да. Нет, ну там, где почта, ладно. До Вашингтона, извините, тогда никаких аэропланов не летало. Это телеграф. Ну, телеграф. Но, но механизм, то есть вы должны понять, посол или консул Соединенных Штатов должен готовить сначала бумаги, потом их визируется, потом они заканчиваются описываются в исходящем. Надо еще разобраться в ситуации. Да, то есть и так далее, и так далее. Потом это приходит в Конгресс Белый Дух. И моментально, обратно, буквально, идет признание нового правительства России. Он готов был. Да. И одновременно с этим начинаются переговоры Антанты с Германией за счет России. То есть решить войну, закончить войну за счет России. То есть, чтобы отдать территорию российским германцам, чтобы они угомонились. Польшу уже хотели отдавать. Вот. И что мы видим? То есть сразу кинули, сразу же этих февралистов. А большевики уже просто оформили, что называется, совсем уж предательство, окончательное. Нет, они просто незаконные были, на них и перевели стрелки. Теперь им не надо выполнять. Передательное правительство незаконное. Это ровно. Вот об этом и речь. Я к этому веду. А что России предлагалось? Ну, все говорят про Босфора, Дурданова. Все об этом слышали, все об этом знают. Гораздо меньше люди знают. Это просто само собой. Да. Но дело в том, что мало кто учитывает. Забываю просто, что участником Антанта была Япония. Значит, Япония и Россия в 16-м году заключили военный союз. Военный. Имейте в виду. Кстати, вопрос о том, проигрывала ли Россия царская война. То, что с проигрывающей стороной военные союзы заключают. Поэтому оборонному союзу Россия отходил с север Китая. И там было прописано. Ну, это территория так. Ну, конкретно. Ну, с крупную европейскую страну. И написано, Япония обязуется защищать интересы России силой и оружия, да если кто-то постигнет на них. Россия дает... Что вы говорите? Желтороссия проект. Ну, старый. Но здесь впервые, именно при Николае, а не при ком-то другом, впервые Россия получила документально закрепленную аннексию огромной территории Китая. Значит, Россия, в свою очередь, дает такие же гарантии Японии. В случае, если юг Китая, который отойдет Японии, какие-то иные страны... А какие иные остаются-то? А остаются только Англия, США и Франция. То есть, вот что получилось. Россия и Япония договорились поделить Дальний Восток. Значит, Иран уже поделит, значит, соответственно, да, Силезия территория, это понятно, тоже предлагалось России. Ну, да, да, можно так и сказать. Но сам факт, о чем говорить, что на Западе, а на Западе тоже работает разведка, и все, хоть и секретные договоры, все было понятно. Но все, это караул для Английской империи. Вечный ужас русский в Индии, он уже становится явью. И, конечно, это тоже их, в общем-то, это было им мотивом. То есть, надо нажать на все кнопки и так далее, чтобы царя свернуть, потому что это допускать было нельзя. То есть, никто самоубийством заканчивать жить не хочет. Английская империя до смерти боялась его. И вот, ну, потом, после этого профинансировалось широко все эти гадости про царя-дурака, слабого, не понимающего. А человек ввел такую геополитическую игру, какие десять Сталинов вместе взятых не вели. Шанс был в том, чтобы... Нет, нет, шанс был такой. Шанс у царя была надежда, что вот эти вот его элиты не совсем уж отморозят. Да, начнут наступление. Да, то есть, и, кстати, шанс был в том... Да, да, кстати, потом, спустя некоторое время в иммигрантских кругах было написано, что февралисты торопились как бы признание свернуть власть именно до начала весеннего наступления. Именно почему? Казалось бы, наоборот, если Россия проигрывает, они должны были дождаться провала в мае, и тогда уж точно царя свернуть. Нет. В мае должно было начаться общее антантовское наступление, которое было согласовано уже в Петрограде, на Петроградском съезде представителя Антанты. Это, можно сказать, ставило точку в войне. Я как это адвокат делал, могу от противной стороны сказать, ну как же так. Вот потом, когда Россия из войны вышла, Германия целый год одна вела войну со всей оставшейся Антанты. И, мало того, достаточно успешно. Мы с Натарлили, мы с Натарлили успешно, они обречения уже были. Не-не, они спокойны. Значит, то, что Германия, то, что Германия, то, что Германия, значит, давайте, давайте, я так скажу, Германия вела, зачем спорить о том, если бы ДКБ. Давайте факт, ведь Германия же проиграла. Да, но в момент введения войны у нее были победы на западном фронте. Это уже ничего не меняло, потому что у них 700 тысяч человек уже умерло от голода и вступало вместо Российской империи, Соединенные Штаты. Да, вот. Да, так нет, 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 дело не в этом. Но проблема в другом, проблема в другом, что после Брусиловского прорыва Австро-Венгрия стояла на грани краха. И очевидно, что совместное наступление из двух фронтов выбивало Вену, и Германия оставалась тогда один на один со всеми. И Писхарчи из Турции. Да, наступление. Франция, Англия, Нево, Резент-Дюсона, они специально ждали. Весной 17-го года в дипломатических кругах Вены была такая идея созрела, сформулирована была. Это весной 17-го года. Мир с Россией на любых условиях. Все, о чем разговор? Вопрос закрытый. Ну и тут даже спорить нечего. И по этой причине, какие самые пункты наиболее грязные лжи? Первое, это то, что Россия проигрывала войну. Для чего? А тогда надо же скрыть, что Россия на самом деле выиграла. Как сломать нашу-то концепцию? Обратите внимание, мы ее еще не сформулировали, а уже сто лет назад они знали, что мы родимся, мы боимся. И уже нам подложили мину. Да нет, Россия проигрывала войну. Дальше. Там. Вот царь вел геополитическую крупную игру. Да нет, ну как он, какую игру мог вести? Он же дурачелок, он же сами понимаете. Царица управляла. Да, царица управляла. А она немецкая пеномка. Да, она немецкая пеномка. Бред, силы и кобылы, сами понимаете. А царица управляла Распутина. А Распутиным кто управлял? Моносеевич Мануйлов. Промат германский штаб. Да, ну вот, понимаете, ну это совсем уже такие вот грязные вещи, но там же линия многоуровневая. И так далее, и так далее. То есть мы уже видим по тому, как они уже подготовились, мы уже знаем, чего они боятся. Какие точки человек прикрывает? Те, которые у меня слабые. Кстати, смех смехом, но если кто-то хочет вот весь всю эту как-то номенклатуру лжи собрать воедино, возьмите пику или нечистые силы, вот там все просто вот, ну просто один раз, ничего больше. Поэтому в свое время я ее ритуально сжег. Имейте в виду, и напоследок, в качестве короткого такого резюме, в Петроградской конференции, которую я упомянул, как раз эти вопросы и решались. Вопросы введения, вопросы последнего наступления. И вот я вам скажу, что это фактически конференция победителей, аналог, это историческое событие глобального масштаба, и ничего не опубликовано. При этом наши историки приходят, смотрят на этот стол, забитый, ну такими уникальнейшими документами, каждая бумажка тянет на докторскую, они смотрят, нюхают и пишут. Ну, стол еще предстоит разобрать. Чего ж вы сами не разобрали? Единственное, что, вот я почему сказал, ничего не опубликовано, мне могут опровергнуть. А вот как же Красный архив, это знаменитый журнал архивный, там же опубликовали. Не то, что я говорю. Они опубликовали чисто рутинные дела, обсуждали вопросы. Вы нам столько, в общем, как? Вы нам поставите такие, вооружения мы там, это, мы там, то есть чисто технические, тыловые вопросы хозблока. И это же опять выдали в качестве, якобы, доказательства отсталой России. Видите, мы там просим. Тогда все разрушено. Да, так нет, ну это все ерунда. Настоящие документы, дипломатические документы. Ну и там, во время Петроградской конференции, как раз делегация, приехавшая в Россию, потом приперлась к царю. Со словами, вы должны пойти на требования, внуковые и прочих, иначе вот там я готова их поддержать. Это было сказано как раз вот тогда. То есть им хватило наглости в момент общего триумфа намекнуть царю на то, что мы, в принципе, готовы, готовы соблюдать договоренности. Этот же самый человек, который вел переговоры, этот мир у него, естественно, от Англии, он же сам же и приносил царю черную метку. Но только отдай власть, и тогда все будет нормально. И опять это вилка. Соглашаться, по-моему, по пути, который предлагает против, либо сохранить династию. Тут не посоветуюсь человеку, и притом, я сразу скажу, мы не знаем очень многих вещей. Многие вещи просто уничтожены, а многие не введены в оборот. Например, я бы с удовольствием поехал бы в Петербург и разобрал бы сам самостоятельно этот стол. Я знаю, чего там скрыто. Я знаю, слава Богу, по проговоркам, как ни страны, западных историков. У них это более-менее, более-менее приоткрыто. Но и там почти ничего не опубликовано. Там еще, не надо забывать, весь архив посольства российского в Париже сейчас находится в библиотеке Конгресса США. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok